Фирма LATEC представляет новый оружейный бренд на рынке Украины. Это турецкая фирма DERIA. И сейчас мы поговорим о ее некоторых моделях. И первая модель, о которой мы поговорим, это помповое ружье DERIA SPX-2. Оно имеет приклад с пистолетной рукоятью эргономической формы. Рукоять прорезиненная. Также имеет удлиненное цевье с планкой Picatinny, что позволяет навешивать либо тактическую рукоять, либо подствольный фонарь. Имеет защитный кожух на стволе, что позволяет вам не обжечь свою руку. Также на ствольной коробке имеется планка Picatinny, где установлен диоптрический цель и высокая ножка со светонакопительным элементом. Также имеется дульный тормоз-компенсатор, который позволяет снизить отдачу и уменьшить подброс ствола. Модель очень простая в обслуживании, в разборке. Сейчас я вам это покажу. Снимаем гайку и, потянув ствол вперед, отделяем ствол от ствольной коробки. Также, потянув за цевьё, мы снимаем цевьё вместе с затвором. Затвор с направляющей тоже очень легко снимается. Рассмотрим вторую модель этой фирмы. Это газоотводный полуавтомат Lion X4. Также имеет приклад с пистолетной рукоятью, имеет планку Picatinny, установленную на ствольной коробке, регулируемый целик, светонакопительную мушку и дольный тормоз-компенсатор. На цевье имеется также планка Picatinny для установки дополнительных аксессуаров. Сейчас мы посмотрим, как выглядит полуавтомат внутри. Для этого я разберу ружьё. Откручиваем гайку, снимаем её, подаём цевьё вперёд и так же его снимаем. Ствол крепится ещё одной гайкой. Откручиваем её и снимаем ствол. Вот непосредственно поршень, который толкает затвор обратно. То есть за счёт него работает автоматика. Вот так вот выглядит неполная разборка этого ружья. Рассмотрим третью модель этой фирмы. Это ружьё DERIA Dual System DS100. Особенность этого ружья в том, что это полуавтомат с возможностью работать в режиме помпы. Имеется регулятор переключения в полуавтоматический режим и в режим помпы. На данный момент регулятор находится в режиме помпы. То есть мы ему осуществляем перезарядку, потянув за цевьё. Переключив этот регулятор, мы получаем классический газоотводный полуавтомат. По дизайну и исполнению это ружьё напоминает предыдущие две модели. Также имеется приклад с пистолетной рукоятью, планка Пикатинни на ствольной коробке, регулируемый целик, светонакопительная мушка и дульный тормоз-компенсатор. На цевье имеются планки Пикатинни для крепления дополнительных аксессуаров. И четвёртая модель – это DERIA ANACON AK100. Это классический газоотводный полуавтомат, но он имеет пластиковый кожух довольно-таки футуристичного дизайна со множеством планок Пикатинни как вверху, так и внизу и отсоединяемыми элементами. У него можно снять мушку, снять рукоять переноски, можно снять переднюю рукоять удержания, а также фальш-магазин. Он же может являться и задней рукоятью удержания и получить такой вот вид. Имея хороший дизайн, эргономику, практичность и надёжность, это оружие может служить как новичкам, так и профессионалам. Субтитры создавал DimaTorzok